Вологда вместе со всей страной присоединилась к общероссийскому экологическому субботнику «Зеленая волна». Миллионы россиян в разных регионах страны вышли на уборку. В областной столице субботники стартовали с раннего утра. Один из первых на берегу реки Золотуха. Там наводили порядок члены партии «Единая Россия», активисты молодой гвардии, молодежного парламента, депутаты Гордумы. Собирали мусор, прошлогоднюю листву, ветки. В общей сложности больше ста мешков. Справились за час. Это участок туристического маршрута города Вологды. Хотелось, чтобы вологжане и туристы прогулялись по центру города, видели красоту и эту красоту приносили в свои районы, в свои дворы. Пример, который показывают партийцы и городские депутаты, уже дает свои плоды. Третий год подряд к субботнику на Золотухе присоединяется и молодежь. Всего от молодежного парламента в субботнике принимают участие более 20 человек. То есть можно сказать, что полным составом мы вышли на уборку родного города. Всего на городской карте субботника больше 130 точек, 28 основных площадок. Это крупное общественное пространство, парки, скверы, площади, зоны отдыха. Так, например, в Кремлевском саду наводили порядок городские и областные власти. Больше 300 чиновников взяли в руки грабли и лопаты. Некоторые пришли вместе с детьми. Выйти на общий субботник, вместе поработать, навести порядок в саду в своем городе. Это уже отлично, несмотря на погоду. Поэтому вот так мы не уйдем. Труд объединяет. Задача не только убрать мусор, но и спилить старые деревья и вывести их на полигон. Взамен тополей – молодые березки. Саженцы городу подарила Вологодская митрополия. Убрали, посадили, спилили старые деревья. По закону положены компенсирующие высадки. Компенсирующие высадки, все. В том, код экологии – это особенно актуально. В общих рядах губернатор области Олег Кувшинников и мэр города Андрей Травников. Предварительно объехали разные точки города, проверив готовность площадок к субботнику. Все площадки обеспечены и ручным инструментом, и мешками для мусора. Возле каждой площадки дорожное предприятие. Организовали дежурство самосвалов и погрузчиков. Конечно же, полигон принимает мусор бесплатно со всех площадок. Поэтому все организовано. И самое главное – горожане откликнулись. Субботник мы разбили на два этапа. До 9 мая мы должны навести порядок во всех воинских мемориалах, захоронениях, во всех парках и сферах, где будут проходить праздничные мероприятия, где будут гулять наши ветераны. После 9 мая мы уже приступаем к глубокой уборке территории муниципальных образований. И в июне месяце мы должны полностью закончить. А сегодня число участников субботника в Вологде росло от часа к часу. Инвентарь подготовили на 3,5 тысячи человек. Но уже к 11 утра к субботнику присоединилось около 7 тысяч. А к часу дня – почти 13 тысяч волокжан. Работа кипела в каждом районе. Бери больше, кидай дальше. Возле мемориала «Зенитка» порядок наводят судебные приставы. Дождь не испугал, хотя и внес небольшие коррективы в работу. Запланированную покраску скамеек пришлось отложить до сухой погоды. В сквере у декольнокомбината усилия объединили представители диаспор и активисты ТОСов Можайский и Элма. Нине Сергеевне этот сквер знаком с детства. Поэтому и уборка – не обязанность, скорее привычка. Когда я жила в этом ширите, в 53-м году мы такие деревья садили, маленькие были. И мы такие маленькие были. Мы думали, что они не дорастут такими. А вот такие большие деревья, что старились и деревья. Ну, не старые, они древние. Много людей пришло и на уборку сквера у ДК железнодорожников. И сами работники РЖД и активисты ТОСов. Старшеклассники пятой школы после субботника побежали прямо на уроки. Жители соседних домов никуда не спешат. Для Любови Владимировны с этим парком связано так много, что каждый выход сюда – в радость. Здесь я принимаю рифки Аниры, рядом с Комсомбоем. Сейчас гибаю мусор в любимом парке. Смотрю, как молодежь работает, радует. Молодежь, пожилые волокжане, целые семьи. Все сегодня вышли на субботник. В Ковыринском парке устроили экологический квест. И даже подготовили почву для борьбы с борщевиком. На проблемных участках будут высаживать особое растение, которое заглушит опасные побеги. Из Осановской рощи вывезли целый камаз с мусором. Не секрет, что собираются компании, поэтому очень много было и пустых бутылок, и остатков от мангалов. Поэтому там был трактор, мы грузили прям несколько раз. Трактору приходилось грузить в самосвал, поэтому мусора очень много было. Но и людей было достаточно очень много сегодня. Поэтому и убрали быстро. В общей сложности собрали не одну сотню тонн мусора. На полигон уже отправили около 250 тонн. И работа продолжается. Такой объем за один день не вывезти, говорят коммунальщики. Волокжане постарались на славу. Задача сегодня убрать максимальное количество собранных мешков. Оставшиеся будут вывозить в течение следующей недели.